Чуть больше 400 дней осталось до старта специализированной выставки Экспо в Астане. Полным ходом идет строительство всей необходимой инфраструктуры. Сегодня Экспо-городок с проверкой посетит глава государства. Зажидается, что Нурсултан Азарбаев проведет совещание. Прямо со стройплощадки с нами на прямую связь выходит моя коллега Елена Шрайбер. Елена, добрый день. Успеют ли строители закончить все вовремя? День добрый. Вы знаете, этот вопрос, Алмаз, волнует не только вас. Впрочем, ранее уже в СМИ сообщалось о том, что строительство завершится уже к концу этого года. И судя по тому, что работы не прекращаются даже сейчас перед визитом главы государства, думаю, все будет сдано в срок. Тем более, что всем странам-участницам еще понадобится время для того, чтобы подготовить свои павильоны к выставке. Сколько стран на сегодняшний день подтвердили свое участие? По последним данным, Алмаз эти павильоны займут 82 страны и 14 международных организаций. Например, совсем недавно свое участие подтвердила Куба. Возможно, в скором времени к ней присоединится Саудовская Аравия. И ожидается, что в целом список стран будет пополняться. Добавлю, что в августе прошлого года значительно были оптимизированы затраты на строительство. Удалось сэкономить больше 131 миллиарда тенге. Впрочем, организаторы утверждают, что это никак не отразится на функциональности всех объектов. Ну а главным символом по-прежнему остается национальный павильон. Его это здание строят в виде сферы и используют только передовые технологии. Как вы поняли, подготовки к экспо уделяют особое внимание, поскольку ожидается большое количество посещений, до 5 миллионов. И в целом ожидается значительный поток туристов из стран СНГ, Европы, Китая, Турции и Юго-Восточной Азии. Встречание начнется примерно через полчаса и, думаю, первыми подробностями я поделюсь уже в следующих выпусках новостей. Амаз? Спасибо. Будем ждать информацию. Это была моя коллега Елена Шрайбер.